Сегодня мы будем снимать видео о том, как мы, придурки, спускались в провал логова дракона На, снимай Всем привет! Я сейчас нахожусь у шахтного провала, в котором мы спустимся Вы посмотрите в этом видео Посмотрите, с какими трудностями мы столкнемся Как мы будем, ну, практически, как мы будем там выживать И так далее Расскажу, насколько это место опасное Сам спуск, опасный по веревкам Это, во-первых, там нужна каска Все камни сыпятся на голову Второе Потом, когда мы спустились Сюда подъезжают машины Кразы И разгружают пустую породу Прямо в вал туда Точнее, в провал И эти камни все летят Разгоняются И с сумасшедшей скоростью Долетают до дна Ну, там лучше, конечно, не находиться В такой момент Давай! Вот это все Вот это все А еще одна опасность Когда мы спускались вниз На само дно этого провала Там с потолка Просто-напросто Кусками отпадают камни Причина тому Это слоеная порода Просто-напросто Она слоями бывает Так и отпадает Ну, и внизу Там тоже Есть дырки глубокие Какие-то рудоспуски То есть, если без фонаря Можно просто туда уйти В дырку с концами В общем, все сами увидите Смотрите дальше Сейчас я нахожусь в провале Один из самых интересных провалов Кривого Рога Это провал Логова Дракона В общем, у нас тут печаль-беда Спустились мы по веревке И так получилось Что 6 литров воды Просто оторвались С крепления И упали вниз И мы теперь здесь будем Сейчас скажу сколько Почти 14 часов без воды Будем У нас воды очень мало Сюда добраться было очень тяжело Мы спустились по веревочкам Вот так Ну и на ночь оставляем веревки И будем ночевать В этом провале Нам туда Вниз Здесь такие Горизонты Или квершлаги Даже В стенах этого отвала Там поселились ястреба Они там живут И очень возмущаются Что мы на их территории На строя В общем, будем ночевать В шахте без воды Не, вода есть чуть-чуть Вот это вся наша вода На 14 часов Даже на 15 Ну а нам вниз туда Особенности спуска Тут, конечно Сказать очень много хочется Потому что При спуске Очень много камней летят И тебя очень хорошо Поливает Грунтовая вода Поэтому Полумокрые Полусухие Такие спустились Камни летят сверху Поэтому В случае Такого падения Камней Мы прижимаемся К стенкам Ну и пару раз По каске попало Так хорошо Аж Практически Аж уши заложило Ну все Глубина тут Примерно 65-70 метров В общем Веревку оставили Человек Который нас Который нас наверху Ушел И завтра Утром Придет Будет нам Помогать Подниматься Ну вот Такие вот В принципе Особенности Ну и Если будет Заружать машина Пустую породу Лучше там не стоять Это Я не знаю Смертельно Очень Ну как-то так Ну ладно Лезем вниз Будем смотреть Что там внутри В той дыре В провале Каска Самое главное Я всегда говорю Берегите себя Безопасность Лишней не бывает Так что Поехали Остатки нашей воды Так она летела Ну что-то там есть Можно чуть-чуть Выпить И еще один минус Здесь нету Мобильной связи Круто Ну масштабы Меня до сих пор Впечатляют Здесь очень много Пустой породы Крупных камней Таких И когда идешь Они под тобой Просто Просыпаются вниз И Чтобы вы поняли Здесь где-то Примерно Вот такой наклон Примерно Вот такое То есть Тяжело устоять На ногах Камни под ногами Начинают Прокатываться И сыпаться вниз Поэтому Вот масштабы Человека Примерно К этой такой Дыре большой Поэтому надо Аккуратно Вниз лазить Чтобы Камни Допустим На которые я наступаю Не покатились вниз На ребят А еще здесь Много мусора Покрышки Бочки Какие-то Лежат Там Видать Пачка От сухариков Была Когда-то Ну и Наверное Там на дне Тоже Очень много Мусора В стене Такие Вот Вырабатки Еще здесь Помимо обычного Мусора Попадаются Каски Только они Все Треснутые Сбоку Мусора Очень много Ну а мы Дальше Лезем Здесь Очень Повышенная Влажность Просто Туман Сложно Что-то Увидеть В таком Тумане Но Масштабы Здесь Просто Колоссальные И Запах Такой Как в шахте Сырости Запах Земли Мы Все-таки Нашли Нужный Залаз Он Чуть Высокий Упорот И Конечно Но Передавать Вещи Сейчас Будем Наверное Сюда Их Закидывать Просто Здесь Очень Хорошо Тянет Воздух Вентиляция Шахтная Работает То есть Скорее всего Связь Есть С рабочей Шахтой Но Мы Сходим Посмотрим Правда Лет Или Нет Шахтой Шахтой Я Подскажу Это В Следующей Части В Провале Мы Спускались По Камням Чем Ниже Спускались Тем Они Были Мельче И Мы Уже Просто Серфили На Этих Камнях Даже Не Пришлось Идти Просто Съезжали По Допустим Даже На Перекур Когда Сели Отдохнуть В Тишине Слышно Как Просто С потолка Падают Камни Я Уже Раз Наверное Шесть Зацепил Каску Просто Поцарапал Зацепался Головой Потолок То есть Если бы Не Каска Было Очень Печальное Последствие Ну И Еще Мы Так же Без Воды Пить Очень Хочется Воды У нас Совсем Немножко Где-то 300 Грамм А до утра Еще Часов Десять Примерно Мы Просто Бережем На самый Крайний Случай Когда Жажда Уже Будет Очень Невыносимо Подписывайтесь На канал В следующей части Я Расскажу Еще Подробнее Мы Пойдем Вглубь Шахты Точнее Этого Горизонта На котором Мы Находимся Кстати Горизонт Приблизительно Минус 250 300 Метров Примерно В этой Области Ну В принципе Все До скорых Встреч Берегите Себя Всем Пока